А что значит нелёгкая судьба, которая откладывает отпечаток на мышление? Вот это вот именно нелёгкое, именно то, что одно и слишком сильно хорошо. И полная безответственность по поводу личной жизни. Это создаёт иллюзию. Одна из основных причин, почему женщина не женится или не выходит замуж, это слишком хорошо наедине с собой. Женское тело, оно даёт наслаждение, женщине хорошо и так. Вот. И всё. Вот. И всё. И дальше мы с вами решили? Благодарю. Ваш вопрос? Микрофончик включите. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Выражаем бесконечную благодарность Богу, что Вы есть. Благодарим Вас, что уделили для нас время и силы приехать в Хабаровск. И с Вашего позволения у меня два вопроса. Можно? Да-да. Первый вопрос касается моего мужа, я беспокоюсь за его здоровье, так как он почти всю свою сознательную жизнь ложится спать под утро, ему тяжело спать ночью. Он никак не может бросить курить и без мясной пищи себя не представляет. Извините. Ну вот ваши слёзы не помогают Вам победить судьбу. Побеждать судьбу надо и принять, сначала принять, что вот он такой. Потом постепенно в молитве, работе над собой, почувствовать, что всё будет хорошо, а потом дальше идти. Первая стадия спокойствия в сердце, победа над собой. Вторая стадия влияния. Время влияния, он уже Вас слушать будет. Это как раз тема сегодняшней лекции. Поймите, что большинство людей, у них нет отношений друг с другом. Потому что отношения друг с другом означают, что Вы влияете на человека. Большинство людей не могут повлиять на человека, на близкого. И они думают, что если я нажму, тогда будет влияние сильнее. Это не получится. Нужно принять человека. Нежно и по-доброму объяснять ему. И тогда до него будет доходить. То есть принять сначала, потом объяснять. Принять, объяснять. И постепенно он начнёт включаться в Ваше понимание. Но большинство людей, они не имеют контакта. Вот Вы сейчас мне сказали, Олег Геннадьевич, не проблема со здоровьем. Проблемы у меня нет с мужем контакта. Я не могу на него повлиять. Вот о чём Вы сказали. Это тема сегодняшней лекции. Понимаете, большинство людей не могут повлиять на близкого человека. Люди думают, что у них близкие отношения. И они думают, что если у них есть секс, есть дети, значит, у них близкие отношения. А почему тогда 80% разводов? Почему тогда люди бросают друг друга, если близкие отношения? Как можно близкого человека бросить? Вот Вы сына своего бросите или дочь? Нет. Значит, отношения между мужем и женой не такие близкие, что разрушаются семьи. Поэтому надо изучать, как построить именно близкие отношения. А это непросто. Для этого нужно понять, как это происходит, вот эта близость в отношениях, как она развивается. Мы сегодня об этом будем говорить. Хорошо. Спасибо большое. Когда Вы сможете влиять на человека на близкого, он будет меняться. Потому что он сам хочет поменять жизнь. Он не может. Он сильно напряжён просто. И Вам самой надо знать, как снимать напряжение. Вот Вы перегреты сильно. У Вас много жара. Это от этого эмоциональность высокая. Видите, он напряжён, Вы перегреты. Это плюс-минус. Это мужчина-женщина, противоположная всегда энергия в них. Вы тоже неправильно живёте таким образом. У Вас тоже неправильный образ жизни. Если Вы начнёте вести правильный образ жизни, он тоже подключится к этому. Вроде стараюсь правильно. Но если стараетесь, Вам нужно больше делать статических упражнений, контакта с водой, сырой пищи, пост на воде. Ну, чтобы снять огонь излишний в организме. Хорошо. Второй... Другим, да, давайте уже. Второй вопрос. Хватит. По личным по отношениям второй вопрос у Вас тоже. Вы всё? По здоровью лучше не спрашивать меня при всех. Это вот отдельно как-то. Можно к моему помощнику подойти? Он хочет переехать к себе на родину, ухаживать за отцом. Куда на родину? Дагестан. А? Дагестан. И я понимаю, что мне тоже надо с ним ехать. Нет, это вообще без вариантов. Ну, просто как... Ну, это, наверное, не семейная тема. Не потерять себя там в другой, в этой культуре. Походить в культуру, уважать её. Уважать мусульманскую веру. Начать изучать, что это такое. Вести себя правильно. У Вас какая национальность? Русская. Ну, изучайте. Это несложно. Было бы желание. Культура – это всегда хорошо. Там есть культура, понимаете? Хорошо, когда есть культура. Когда нет культуры, это хуже. Вот здесь культуры нет в России. Отношений. Между мужчиной и женщиной. Она вымерла, понимаете? Хотя была. Очень серьёзная культура была. А там осталось до сих пор. Это же хорошо – ехать туда, где есть культура. Это немножко аскетично, конечно, будут правила определённой жизни. Нельзя будет рисоваться перед всеми. И это хорошо для женщин. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Я первый раз у Вас. Тогда Вам лучше не спрашивать меня. А, да? Почему? Да, потому что Вы меня не знаете. Ну ладно. Обычно ответы у них очень неожиданные бывают и тяжело переваримые. И чтобы их принять, нужно слушать мои лекции хотя бы год. Ну, я занималась год, но только не Вашими лекциями. Ну тогда лучше не спрашивать меня, потому что Вы не услышите мой ответ. Нужны отношения, чтобы услышать. Отношения. Вот представьте, да, вот представьте, какой-то чужой человек к Вам придёт, что-то скажет очень серьёзное, судьбоносное для Вашей жизни. Вы что, примете его? Нет? Потому что Вы его не знаете. Любопытство – это хорошо. Вот у Вас есть сильное любопытство, что бы я сказал на эту тему. А я хочу общаться с теми, у кого поменяется жизнь от моего ответа. Я хочу энергию свою тратить качественно. А тогда когда в следующий раз Вы в Хабаровск приедете? Через год постараюсь приехать. Да, сзади вот эти женщины. Я сейчас прошу, а давай. Извините, передадите, пожалуйста, микрофон. Да, давайте Вы не берите сами микрофон. Я буду назначать, кто будет со мной говорить. Поднимайте ручки, я скажу. Ну, Вы давайте. А я хотела у Вас уточнить, как узнать, в каком направлении мне развиваться в духовной практике, я имею в виду. Меня и в православие тянет, и вот в вошеновская традиция. Как определиться мне? Понимаете, есть разные стадии духовного развития человека. Первая стадия – он хочет просто начать работать над собой. Это тоже духовное развитие. Он начинает менять свою жизнь. Сначала он начинает всегда с движения, питания человек обычно. Потом дальше он переходит на нравственное развитие. Потом дальше он начинает понимать, что есть Бог, есть разные традиции духовные. Но он хочет поклоняться Богу, как ему нравится. И он обычно сам выбирает какую-то молитву, которую сам придумывает, и ее читает. Это нормально, потому что это стадия развития человека. Следующая стадия – человеку начинает нравиться разной духовной традицией. Ему нравится и там, и там, и там, и там. И на этой стадии надо продолжать оставаться и ничего не выбирать. Потому что на следующей стадии человек очень сильно будет потрясен, просто войдет глубоко в отношениях с Богом на какой-то из традиций. А все остальные для него будут хорошими. И тогда уже это и есть выбор. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Вот когда вас начнет тревожить одна из традиций духовных, вот вы ее и выберете. Спасибо большое. А сейчас торопиться не надо. Пожалуйста, не хватайте микрофона, это становится уже какой-то проблемой. Ваш вопрос? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Десять лет уже. Вас слушаю. Голос ваш вживую гораздо не больше нравится. Легче мне слушать. Вчера вы затронули тему про мальчиков, про воспитание мальчиков. О том, что мальчику говорить о том, что в следующий раз я тебя накажу, это бесполезно. Бесполезно. Бесполезно и бредно даже. И вы спроецировали как раз на ситуацию одной из женщин, что с мужчиной то же самое. То есть предупреждать это бесполезно. Можно про девочек уточнить? А девочкой надо, вот смотрите, надо самой успокоиться, самой успокоиться, что вот она что-то сделала, успокоиться самой. А потом очень по-доброму с ней начать говорить. Если она вас не слышит, тогда вообще не разговаривайте просто с ней несколько дней. По-доброму тоже. И она тогда начнет к вам сама приближаться. Девочка, она всегда только из отношений делает выводы. То есть девочку воспитывать надо только отношениями. Мальчику поступками, а девочку любовью. То есть надо с любовью наказывать ее или с любовью общаться с ней. Но если вы проявляете нелюбовь к ней, она теряет разум и ведет себя неадекватно. Женщина, девочка, в женском теле любой человек. Ну то есть девочке имеет смысл объяснять, да? Обязательно только объяснять. Потому что если вы по-доброму общаетесь с девочкой или с женщиной, девушкой, объяснение дает ей ясную картину, что делать, как жить. Ведь мужчине объяснение не дает никакой картины. И он, вот допустим, сейчас лекция идет, ну допустим, есть мужчины, да? Они просто слушают меня и пытаются понять, мне доверять или нет. Что он говорит там, понимаете? Потом, если они мне доверяют, они начинают впитывать то, что я говорю. Но это не значит, что они это понимают. Они потом начнут это все проверять в жизни, и тогда она будет понимать уже. Ну то есть мужчина все понимает только на практике всегда. А женщина, она понимает от того, что она очень глубоко сердцем прочувствует, что ей говорят. И женщина очень сильно сердцем чувствует, слушает лекции, если они верят человеку. Поэтому, что сейчас женщину спросите, допустим, девушка, как вам вот лекция понравилась вчера? Ну что вы на лекции вчера узнали? Микрофончик дайте ей второй. А сейчас просто мы проверим. Какая девушка? Не, вот на первом ряду, вот девушка, мы с ней общались вчера. Да. Что вы узнали на лекции? Что нужно принять мужчину своего. А как вот вообще, что, какие впечатления от лекции? Хорошее впечатление. Не, мне понравилось. Видите, о, вот это главное, мне понравилось. А что конкретно, не важно. У нее все там отложилось внутри, и она знает, что конкретно, когда ситуация будет, она вспомнит. Вот, а самое главное, вот, мне понравилось. Все, вот это главное. Знаете, вот здесь вот, она, селекция сердцем у женщины воспринимается. Вот, а у мужчины он изучает, как это он может применить в жизни. Он слушает так, вот с этим надо подумать. Это интересно. Я подумаю об этом. Это значит, что он будет жить и наблюдать за этим потом. И тогда он уже примет это знание. Когда, если он видит, что это работа. Девочке надо объяснять все. Потому что ей нужны детали. Конкретно объяснять, объяснять. И когда она эти объяснения примет, у ней сложится картина. И она сразу по ней начнет действовать. Тут же прямо. Спасибо. Ваш вопрос? Спасибо большое. Здравствуйте. Вы кем работаете? А? Кем работаете? Я никем не работаю. Мамой. Сейчас работаю мамой. До этого работала мужчина, наверное, так можно сказать. Вопрос у меня непростой, наверное, сложный. Подтверждающий, что культура сейчас у нас действительно в упадке. Я благодарю вам за возможность задать вам этот вопрос, услышать ваше мнение. Возможно, я сумею его корректно сформулировать, лаконично. Как вы думаете, в наше время, после развода родителей, с кем должны остаться жить дети? С мамой или с папой? С мамой, конечно. Как вы думаете, бывают ли плохие мамы? Бывают плохие мамы. А если, предположительно, мама плохая, стоит ли делать так, чтобы дети жили с мамой? Если она сама не хочет с детьми жить, тогда не стоит. А если говорит хочет, но не живет? Хочет, но если она там пьяница, наркоман. Ну, то есть она совсем, если морально опущенный человек, лучше не принуждать детей жить с ней. Я просто переживаю, не является ли это проявлением моей гордости, гордыни, что я считаю себя лучше ее, и считаю, что со мной детям будет лучше. Вы считаете себя кем? Лучше, чем она, раз я говорю, что пускай дети живут со мной. Может быть, лучше нужно настоять. Но она хороший человек, то есть она не пьяница, не алкоголик? Я не знаю, наверное, как все в нашей культуре. Большинство. Ну, как все, большинство женщин, они... Немножечко выпивают по праздникам. Ты немножечко другой мужчина. Немножечко. Но она наверняка считает себя хорошей женщиной. А дети с кем хотят жить? Ну, вот по моим чувствованиям, да, по моим чувствованиям, я вижу, как им не хватает мамы. По моим чувствованиям. Им не хватает мамы? Да, я считаю, что им очень важно. А у меня вопрос, а почему так получилось, что сразу вот они не остались с мамой? В чем причина? Почему так получилось? Как так получилось? Ну, потому что она ушла, а пока разбирались родители. Да это даже не моя проблема. У детей есть мама, и у детей есть папа, а я как бы их просто воспитываю, потому что я вышла замуж за их папу. А мама пошла туда, папа пошел туда, дети были у бабушки. Нет, а почему обычно мама куда-то уходит, и дети с ней уходят? А вот она что-то не забрала? Не забрала. Вот в этом вся проблема. А почему она их не забрала? Ну, когда я ей задала этот вопрос, она сказала, что она потому что муж не отдал. Такое может быть. Он действительно не отдал? Нет, неправда. Неправда? И у меня не совсем. Я просто понимаю, что от меня очень много чего зависит. То есть я понимаю, что я могу повлиять и на мужа, я понимаю, что я могу повлиять на ситуацию, да, настоять или как бы создать обстоятельства, чтобы отвести их к ней. То есть какой-то вот завершить ситуацию логически, чтобы дети поняли, что нужно делать, да, как нужно думать про мать, почему так произошло, чтобы они посмотрели в глаза, может быть, и последний раз. Я чувствую, что это нужно. Она говорит, что да. Что да? Она сама добивает своих детей или нет? Нет, чтобы добиваться, нет. Но говорит, что я их люблю, под ним скучаю и возьму их. И я не могу принять решение, нужно ли настаивать на том, чтобы она... Возьму их, когда она сама звонит, говорит, возьму, или когда вы ее спрашиваете? Когда мы звоним. А? Когда мы звоним. Пока она сама не начнет звонить и требовать своих детей, нельзя даже думать в эту сторону. Потому что если вы ей отдадите... Понимаете, если женщина сама не настаивает, это очень опасно отдавать ей детей, потому что они там будут не востребованы. Они ей не нужны просто. Любая женщина привязана к детям. Но если она действительно хочет детей, она будет настаивать. Требовать детей к себе. Вот представьте, допустим, вот женщины. Вы согласны со мной? Вас лишили ваших детей, да вы будете там стучать ногами, руками, головой, как бы требовать детей. Она, представляете, не звонит. Ей говорят, звонят, а она говорит, да-да, мне лучше с детьми. Ну да, так и получается. Не-не, это однозначный вариант. Если у нее нет желания, значит, не надо отдавать ей детей. Сейчас просто дело в том, что мы уедем, и у нее не будет возможности вообще их увидеть. Надо ей так сказать. Сказали. Она говорит, ну вот сейчас мы зарплату получим, приедем и заберем. Но вот зарплату задерживают. Я думаю, может быть, надо денег предложить ей дать на билет, чтобы она приехала, забрала. То есть очень сложно. Если вы ничего не делаете, поймите, что если вы, ну, хоть чуть-чуть навяжете ей детей, она все-таки их заберет. Вы очень сильно, дети пострадают от этого. Женщина может что-то делать в жизни, если она это хочет. Если она не хочет, она этого делать никогда не будет. И никто ее не заставит это делать. Вот и был вопрос. Бывают ли плохие мамы? Бывают. Бывают. И то есть мои чувства, значит, предположения логические, они верные. Как ее зовут? Валентина? Она много работает, да, чем-то занята, работа постоянно. Вы знаете, дело в том, что я как бы жена ее первого мужа. И как бы знаю ситуацию только вот со слов соседей. Она чем занята, я не знаю. Сейчас, может, в последнее время, да, она сказала. Я просто попросила мужа дать мне ее номер телефона, чтобы я сама лично позвонила, без третьих лиц, чтобы узнать, как бы мужа спросила ситуацию, спросила у соседей и хотела спросить у нее. Говорю, правда ли так? Она говорит, нет, неправда, все. Мне он не дает видеться с детьми. Я говорю, ну так вот, пожалуйста, давай. Мы сейчас просто уезжаем и нужно, или ты возьмешь их встретиться, или ты возьмешь их погостить. А он властный, влиятельный человек такой, что не дает? Может не давать? Нет, он очень добрый и мягкий. Не надо ей отдавать детей. Она вас обманула. Она сама ушла. Не взяла сама детей. У нее очень жесткий стиль внутренний, она такой жесткий человек. Значит, нужно начинать процедуру по лишению, и чтобы я становилась мамой? Потому что это очень сложная ситуация, когда... Не надо делать никакой процедуры, надо ехать с детьми просто и все. А подождите немножко, дайте ей возможность. А мне что делать? Мне как-то их надо даже воспитывать или просто служить? Воспитывайте, да. У человека может быть несколько матерей. Да, непростая ситуация, но по поводу... У человека может быть несколько матерей, это нормально, вполне. Нет тут ничего такого, вообще. Хорошо, я поняла вас, большое спасибо. Ваш вопрос, женщина? Светлые волосы. Нет, нет, не там, недалеко, вот здесь вот, вот она. Да, вы, да. Ручку поднимите. Здравствуйте, спасибо большое. Еще вопрос тоже по детям. Вот если брак распался, нужно ли общаться, поддерживать отношения с папой? Если у мамы возникает страх от угроз, что папа может забрать, не разделяли место жительства ребенка. То есть вообще выкрасть ребенка просто, забрать, выкрасть? Я ему давала спокойно ребенка, он стал угрожать, что я могу так же не отдать, потому что мы ставили условия возвращать. А он влиятельный человек? Ну, у него есть деньги, но также алкоголь присутствует в жизни и много других женщин, и уже 4 ребенка от других женщин. Он не возьмет у вас детей, он просто такой человек, он угрожает, политик такой, он может угрожать. Он поставил условие, что через суд пусть разделение будет, если суд решит, то будем давать. Но у меня постоянный страх, раз в полгода он начинает звонить и писать, говорит, я из садика заберу или со школы ребенка. Он хочет судиться, чтобы одного ребенка отсудить, что ли, у вас себе? Да, да, он не подает в суд. Он не подает в суд. Ну, дайте ему общаться с ребенком при вас, чтобы это было. Я бояться начинаю. Ну, он будет бить вас, что ли, забирать, он может силой забрать? Ну, он приходил, как бы он не забирал, потому что со мной муж был. Как? Он что? Громче говорит, я вас не понимаю, просто не слышу. Он приходил, хотел общаться с ребенком, забрать его на прогулку, там, на поездки на какие-то. Но у меня был очень сильный испуг, потому что он накануне не вернул его. Как? Не вернул? Ну, да, он, как я поняла, хотел не вернуть. Мы пошли к нему домой, разминулись. И от этого у меня большой страх, что он действительно может его не вернуть. Ну, это было, вот ему там пять лет было. Он постоянно, ну, выпивает. Я не хотела с ночевкой оставлять ребенка. Хотя не против было общения его. В чем ваш вопрос ко мне? Нужно ли общаться ребенку с папой и как мне вести по отношению вот к этому папе? У вас есть муж? Да. Сейчас муж есть? Да, да. А что вы боитесь? Ваш мужчина не может вас защитить от этого человека? Ну, да, он говорит, не общайтесь. А я все равно боюсь, что первый муж может прийти его в школу там и так далее. И, ну, как, ребенок хочет к нему поездить на квадроцикле, погулять, по-расслабленному пожить. Я боюсь, что если он будет общаться, он приведет ему свой образ жизни и уговорит остаться с папой. А я не хочу, я хочу, чтобы ребенок со мной жил. Вот смотрите, вот, дорогие мои друзья. Вот в чем проблема здесь, в этой ситуации? Проблема в том, что она не смогла установить отношения с этим человеком. Не смогла установить отношения, договариваться. Понимаете? И это патовая ситуация. То есть она не хочет отдавать ребенка, отец любит ребенка, он начнет злиться, начнет пытаться добиваться всего, начнет судиться. То есть единственный выход – это научиться договариваться с этим человеком. Научиться с ним общаться по-доброму, научиться прощать, научиться терпеть. Даже несмотря на то, что вы уже не его жена. Видите, Бог вас догнал. Он говорит, не умеете с человеком строить отношения. Вот теперь будете за это отвечать. Вы боитесь себя саму, понимаете? Вы сейчас создаете человеку ситуацию, в которой он звереет, понимаете? Потому что никто не может жить без своих детей. Я ему предлагаю, да, по-мирному общаться. Пожалуйста, пусть он разделит неопределенные. Вы должны научиться с ним общаться по-мирному, сами. С ним научиться общаться по-мирному. У меня не получилось это. Сейчас должно получиться. Спасибо большое. Что спасибо большое? За ответ. Видите, она сразу замяла разговор. Не хочешь со мной общаться? Нет, нет, я, ну, хочу уразуметь, хочу, что вы сказали мне. Вы наказаны Богом за то, что не поладили с близким человеком. Вам теперь надо научиться ладить. Вам надо научиться с ним так себя вести, чтобы он... Вы ему доверяли, а он вам доверял. Вы сейчас над ним совершаете насилие. За это будете отвечать, несомненно. А если я доверяла, и он начал манипулировать мной? Надо с ним поговорить на эту тему. Пообщаться. Сказать, что вот я теперь боюсь тебе доверять. Это не один раз происходит. Общайтесь дальше. Я не могу, я боюсь все равно. Общайтесь дальше. Ставьтесь ситуацию вскрыть. Если вы общаетесь, он не понимает. Вы ему говорите, пожалуйста, не веди себя так. Потому что я начинаю бояться. Он все равно ведет себя так. Тогда вы ставите условия. Если дальше такое поведение будет, тогда ты не увидишь ребенка. Он не хочет выполнять условия. Он все равно на своем стоит и ведет себя неправильно. Тогда вы запрещаете ему общаться с ребенком. Но сейчас это несанкционированный запрет. Потому что вы с ним не общаетесь с этим человеком. Вы не проясняете с ним ситуацию. Если хотите, пускай общается ваш муж с ним вместо вас. Он сказал, подавай, чтобы разделили дни. Забирай, приезжай, забирай. Возвращай в определенное время. Вот мы попросили его так делать. Он не подает в суд. Пускай ваш муж общается с ним. Вот смотрите, я сейчас с вами разговариваю и вижу, что у вас есть одна проблема. Вы очень туго идете на контакт. Даже со мной. Вы меня не слышите зачастую. Волнение какое-то, да, что не все слышит. Я просто вам говорю сейчас о том, что с вами происходит в жизни. Понимаете, вам надо научиться с людьми вести себя так, чтобы ситуацию доводить до конца. То есть или он ведет себя неправильно и лишается ребенка, или он ведет себя правильно и не лишается ребенка. Но если вы просто из-за того, что вы боитесь, лишаете человека ребенка, Бог будет не на вашей стороне. И вы потеряете своего ребенка в результате. Но у него же есть же шанс подать в суд и брать ребенка. Я вам сейчас говорю не о вас. Тогда у меня не будет страха, если будет решение. Я вам говорю о том, что видите, как туго доходит, да? Я вам говорю о том, что вам надо научиться общаться с этим человеком. Если вы не можете сами общаться, пускай общается ваш муж. Общаться означает по-доброму себя вести, успокоить, чтобы он успокоился, и чтобы ситуация вся успокоилась. И когда она успокоится, все решится. Вы же создаете истерию сейчас. Ставили условия, условия нарушаются. Эта истерия не приведет ни к чему хорошему. Вы потеряете ребенка. Вот так действует злая судьба, а человек не понимает. Не думайте, что все права у вас в руках. Не думайте так. Спасибо. Любовь. Когда есть у человека любовь к своему ребенку, кто-то запрещает ему любить из-за страха. Эта ситуация может перейти, ужасные последствия иметь. Вплоть до убийства и всяких других вещей ужасных просто. Самый лучший способ решать вопрос, это по-доброму договариваться с человеком. Это касается всех вообще людей, которые сидят в сале. Запомните, что если вы думаете, что вы можете силой решить вопросы любви, то ситуация будет против вас в конечном счете в жизни. Любовь с силой не запретишь. А вот по-доброму ситуацию решать можно. Можно ее решить по-доброму. Что делать мне со страхом своим? Страх означает незнание. Для того, чтобы не бояться, нужно узнать, поговорить с человеком. Понять, как он настроен. Решить с ним, успокоить его. Сказать, что если ты нормально будешь себя вести, мы обязательно будем тебе давать ребенка. Самое главное вот таких, чтобы событий не происходило. Видите, вопрос ведь не в ребенке сейчас стоит, а в том, чтобы вам научиться общаться с людьми. Ну вот я уже, может быть, и простила, и дала бы еще ребенка. А вот второй муж говорит, нет, ты опять будешь трястись, падать в обморок. Либо пусть он разделяет через суд по дням, либо не общаясь, а просто дать, передать, я поняла, передать общение с мужем, чтобы он учился. Ну, видите, муж тоже уже боится вашего поведения. Я и сама боюсь. Я задаю вопрос. Так, давайте вот сейчас всю лекцию будем общаться о том, что вы боитесь. Может быть, вам научиться общаться с людьми нормально? Я что-то вас всех боюсь. Может, мне не читать лекцию, я боюсь прямо вас. Или читать? Давайте меня успокаивайте час целый, чтобы я не боялся. Или, может, мне начать по-доброму общаться, все делать. Видите, я специально эту тему долго обсуждал, чтобы вы все послушали, потому что она касается всех. Видите, и там тоже вот с этой женщиной мы общались. Это одна и та же тема для всех людей. Эта тема называется взаимоотношения. Отношения с человеком. Чтобы строить отношения с человеком, нужно вкладывать силы в любого человека. Вот сейчас со вторым мужем та же самая ситуация. Видите, у вас нет контакта, взаимопонимания. То есть он уже ставит жесткие условия. Означает, что ситуация опять разворачивается точно так же. Хотя этот человек намного разумнее и так далее, и лучше. Но неправильный способ вообще в целом строить отношения с людьми приводит уже дальше к полярности. То есть он начинает бояться вас, этот человек, начинает уже ставить вам жесткие условия. Потому что ваша неспособность понимать других людей, она привела уже к конфликту и со вторым мужем. И дальше это будет только усугубляться, если вы не научитесь общаться. Общаться означает доверять людям. Учиться доверять людям, какие бы они, допустим, тяжелые не были, не имеет значения. Потому что с любым человеком можно договориться. Я вам сейчас расскажу небольшую историю. Ну как бы эта история, она очень сильно меня как бы встряхнула, всколыхнула на эту тему вот доверия. Я разок в Самаре, когда был студент, просто бегал, занимался спортом в парке. Но потом вечером пошел, уже поздно было, пошел из парка домой в спортивном костюме. И ко мне подошел один человек, мужчина, взял меня за руку, вот так вот, и другой рукой приставил мне нож к животу. Вот так вот. И говорит, давай деньги, иначе я тебя зарежу. Я говорю, да я спортом занимался, у меня денег нету с собой. Он говорит, а где есть? Я говорю, дома есть. Я говорил с ним очень по-доброму. Он говорит, ну пойдем домой, ты мне из дома дашь тогда. Я говорю, конечно, пойдемте. Он говорит, а почему ты так согласился быстро? Я говорю, потому что самое дорогое, что есть у человека на свете, это его жизнь. И если выбирать жизнь или деньги, то я готов вам отдать все, что у меня есть, ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Он говорит, а что ты так испугался? Я говорю, а я наоборот не испугался. Говорит, ты что считаешь, что я могу тебя зарезать? Я говорю, ну конечно, почему нет? Всякие люди бывают. И так мы с ним общались, шли. И когда мы подошли к дому, он сказал, на самом деле я не хотел брать твои деньги, я хотел тебя проводить, чтобы к тебе никто больше не пристал. Ты хороший человек, очень спасибо тебе за беседу. И пошел. Я специально привел этот пример, чтобы показать, что с любым человеком можно общаться. По-доброму. Учиться, по крайней мере, пробовать. Более вас никто не режет. То есть никто вас зарезать не собирался. Вот. Просто надо учиться это делать. И неожиданные результаты бывают от такого правильного поведения. Можно легко договориться во всех случаях жизни. Один случай произошел с моей слушательницей лекции. Она любила смотреть из окна на восход солнца, как восходит солнце. Желать всем счастья в это время. И соседка сверху, она начала вешать белье, длинное белье, которое закрывало ей балкон и солнце. Таким образом. Ну, то есть висит белье, видите. Висит белье, и ты как бы ничего не видишь. Видишь только это белье. Она много раз спросила ее, пожалуйста, как бы не вешайте. Мне надо, ну я хочу, мне не нравится жить с вашим бельем. Та как бы вообще не реагировала. Но она взяла, покрасила ей белье. Ну, чтобы она больше не вешала. Взяла, покрасила. А та была юристом, и она подала на нее в суд. За то, что ей как бы причинили ущерб. И когда шел в суд, ее муж встретил мужа той женщины сверху на лестнице и начал с ним тоже общаться. Это общение закончилось, что ее муж побил мужа той соседки сверху. И за это тоже подали в суд. В результате началась вражда. А проблема была очень простая, которую можно было решить просто словами. Все. Можно даже участкового было вызвать и подсказать, вот смотрите, вот так делать. Что делать в этой ситуации? И он бы сказал, что делать. Понимаете, просто проблему надо было продолжать решать словами. Хотя решать было сложно. Но я вам сейчас расскажу какие-то, может быть, глупые случаи, которые в повседневной жизни не встречаются. Но сейчас мы перейдем к вашей жизни. Понимаете, в жизни есть одна сложность. У всех людей на Земле, у каждого человека есть эта сложность. Я сейчас ее расскажу. Вот смотрите. Смотрите, наша психика понимает под любовью ситуацию, в которой мне делают приятно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.